Следующий момент. Грех. Что есть грех? Мы можем дать определение греху. В принципе, грех – это нарушение небесного закона, происходящее в момент создания человеком условия для взаимодействия с сатаной, в результате чего между ними возникает действие отдавания и принятия. Или в разделе, где говорится о субстанциальном основании в семье Ноя. Чтобы понять, давайте сначала вспомним, что такое грех. Здесь говорится, что всякий раз, когда человек создает условия для вторжения сатаны, это значит, что он тем самым ставит себя в положение объекта для сатаны, позволяя последнему действовать. В этом и состоит грех. Создание условия для взаимодействия с сатаной. Вот это и есть грех. Создание условия для взаимодействия с сатаной. Но что значит условия для взаимодействия? Условия для взаимодействия всегда – это доля сходства. Поэтому грех – это грех возникает, когда человек либо чувствует, как чувствует сатана, либо он думает, как думает сатана, либо он поступает, как сатана поступает. Принцип приводит в такое очень емкое определение. Это очень хорошее определение на самом деле. Потому что если сказать, что грех – это действие, тогда это не совсем правильно. Потому что не только действие является грехом, но грехом может быть и бездействие, например. Существует грех действия, а существует грех без действия. То есть, когда человек бездействует, когда нужно действовать, а человек бездействует, тогда тоже может быть грех. Он ведет себя так, как поступил бы сатана. Сатана в этом случае пальцем бы не пошевелил, и человек тоже не шевелит пальцем, и тем самым он проявляет свое сходство с сатаной, он становится похож на сатану, и тем самым создается грех. Создается грех. Или человек может думать, просто как сатана думает, и уже само по себе может быть грехом. Это еще не действие, только мысль. Поэтому Иисус и говорил, тот, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Кто уже занимается сексуальным воображением, уже совершает грех. Не нужно думать, что грех это только если человек пошел и субсенциально в своем физическом теле прелюбодействовал. А если он прелюбодействует в своих мыслях, если он воображает в себе что-то, рисует разные картины, то это не грех. Это тоже грех. Или если человек чувствует злость, он чувствует, он даже ничего не думает. Просто ему сказали, мы сделали замечание, а он в бешенство впал. Хотя замечание, может быть, сделали ему даже самое правильное, если посмотреть. Он действительно допускал ошибку, его попридержали, сказали, постой, что ты делаешь? Он впал в бешенство. То в этой ситуации само вот это бешенство тоже становится проявлением сходства с сатаной. Потому что сатанал тоже впал бы в бешенство, он тоже недоволен. И тогда опять же создается грех. Опять же создается грех. Потому что для Хама было достаточно просто устыдиться наготы. Он почувствовал стыд. И через это уже был создан грех. Потому что это уже была точка зрения сатаны. Он не смотрел с точки зрения Бога. Он не считал, что мой отец праведный человек. Он не почувствовал такого смирения перед отцом. А он осудил своего отца тем, что устыдился. То есть он расценил то, что делает Ной, как неправильное. Как что-то постыдное. Ему стало стыдно за отца. Что отец так делает. Вместо того, чтобы чувствовать такое доверие к отцу, что все, что он делает, это правильно. Доверять своему отцу. У Хама не было такого доверия. Вместо этого у него было осуждение. Поэтому то, что он устыдился наготы своего отца, уже само вот это чувство стало проявлением его сходства с сатаной. И уже сразу на этом основании сатана вторгается. Возникает грех. Поэтому все время нужно помнить, что грех – это тогда, когда мы создаем это действие, которое создаёт условия для взаимодействия с сатаной. Это грех нарушения небесного закона, создающего условия для взаимодействия с сатаной. Грех возникает всегда тогда, когда мы проявляем какое-то сходство с сатаной. На уровне своих чувств, на уровне своих мыслей, на уровне своих поступков. Это не так уже важно. И не столь большая разница. Поэтому нужно бороться с грехом на всех своих, на всех уровнях, на всех уровнях его проявления. Какие бывают грехи? Первородный грех. Первородный грех подобен корням. Его ещё называют корень греха. Почему корень? Потому что все остальные грехи так или иначе произрастают от первородного. Всё началось с грехопадения Адама и Евы. Все остальные грехи появились уже потом. Следующий был грех убийства. И всё остальное – воровство. Всё появляется потом. И к тому же человек сам по себе не может этот грех искупить. Сам по себе он от него не может избавиться. Он всё равно в нём остаётся. И поэтому даже если он со всеми остальными грехами справляется, но этот корень не остаётся, то всегда остаётся потенциал того, что эти грехи проявятся вновь. Также есть унаследованный грех. Унаследованный грех. Унаследованный грех – как ствол древа греха. Многих людей возмущает само такое понятие – унаследованный грех. Они говорят, что это такое вообще? Почему грех наследуется? Это несправедливо. Почему я должен отвечать за ошибки своих родителей, за грехи своих родителей? Это несправедливо. Почему мои дети должны отвечать за мои ошибки? Это несправедливо. Но на самом деле с ними можно согласиться и сказать, что не должно было быть никакого унаследованного греха. И Бог не создавал никакого унаследованного греха. просто есть такое понятие, как наследование. Бог создал человека, способным наследовать у своих родителей для того, чтобы было все время развитие. Чтобы людям не застрять на каком-то одном уровне и не воспроизводить одно и то же, одно и то же в каждом поколении. Но чтобы постоянно происходило развитие. чтобы само добро и любовь не развивали, чтобы не росли больше и больше. Это же точно так же, как в знаниях. Что знания нужно наследовать. Потому что если каждый будет изобретать колесо заново каждое поколение, то никакого развития не будет. Попробуйте себе представить. Допустим, одно поколение, первое поколение достигло такого-то уровня развития. Следующее поколение начинает опять же с нуля. Третье, так, четвертое, так, пятое. И в общем-то никакого развития. Все где-то колеблется вокруг одного и того же а если представить, что есть наследование, тогда, может быть, каждое поколение само по себе достигает не таких уж больших высот, но зато следующее стоит на основании предыдущего. Многое наследует. И тогда происходит такое развитие. Раз, два, три, четыре, пять. И уже вот на какой уровень можно подняться. А здесь они так и остались на том же уровне. Поэтому люди должны были наследовать добро, они должны были наследовать все только хорошее, только светлое. но на самом деле люди наследуют в результате и то, и другое. Люди наследуют и добро, и зло. И поэтому, если нас возмущает такое понять, как унаследованный грех, тогда просто не нужно создавать какие-то плохие условия в своей жизни. И тогда дети не будут наследовать. а дети просто-напросто не будут этого наследовать. Почему люди недовольны тем, что существует унаследованный грех? Это просто потому, что не хочется брать ответственность, не хочется прикладывать усилий и искупать ошибки своих предков. Это точно так же можно сказать, почему вот умер, допустим, отец и оставил мне грехи? Ну, это точно так же, а почему мне оставил долги? Точно так же можно возмущаться. Почему он оставил мне долги? Почему я должен за него расплачиваться? Но никто обычно не возмущается, когда, допустим, умер дядюшка в Америке и оставил несколько миллионов долларов. Никто не будет возмущаться, никто не скажет, что, ой, вы знаете, я не могу это принять, потому что я их не заработал, я не приложил никаких усилий для того, чтобы эти деньги были заработаны, чтобы они появились в семье. Поэтому я, извините, я не могу эти деньги принять. Никто так не говорит. наоборот, о, давайте, конечно же, деньги, наследство, да, конечно, я очень хочу его получить. Но долги в наследство никто не хочет получить. Точно так же, если он наследован грехом, люди возмущаются, просто не хотят его получать в наследство. Но здесь нет выбора. Уже тем фактом, что мы родились, мы уже наследуем. кстати, если мы понимаем, что такое расследованный грех, мы можем объяснить, почему у каждого из нас своя особенная ситуация. Конечно, все грешные люди это грешные люди, у всех есть грехи и самые разные грехи, но все-таки у каждого бывает какая-то ключевая проблема. Вот если какое-то генеалогическое древо нарисовать, так чисто условно. Вот допустим, и четыре отпрыска появляются в церковь объединения. Начинают изучать принципы, начинают работать над собой, анализировать себя и думать о том, что же вообще жизнь веры и что мне нужно в этой жизни преодолевать. И вдруг один из них обнаруживает, о, у меня есть проблема. Я очень нечестный человек. Оказывается, почему? Потому что в роду где-то я был очень нечестный человек, который жил просто обманом, все время обманывал всех. И поэтому самому человеку будет сложно быть честным. Постоянно хочется обманывать, постоянно хочется себя оправдывать, постоянно он не говорит правду. Даже если он какую-то ошибку совершает, всегда он впускает пыль в глаза центральной личности и как-то уходит, какой-то путь находит и, в общем-то, выкручивается из любой ситуации. То есть такой скользкий, никак его даже не возьмешь. Центральная личность пытается как-то на него влиять, как-то пытается с ним поговорить, видит, что что-то не так, но все равно из любой ситуации любую ошибку он умеет оправдать, как-то выкрутиться и доказать, что все в общем-то это было правильно, изначально и все это очень хорошо. а вот другой у него может быть такая ситуация, что тянет на воровство, потому что где-то его роду был жулик, поэтому если он видит что-нибудь, ему постоянно хочется украсть, как-нибудь. спрятать, и вот он начинает это прятать и где-нибудь подклеить скотчем к шкафу снизу, чтобы никто не догадался, где это, за батарею затолкается где-нибудь спрятать, на антресолях ночью где-нибудь спрятаться. Потом, когда пойду дальше, на следующий этап, в следующий центр буду приходить, тогда я это потихонечку возьму. Например, все-таки нужно с этим как-то бороться. Для этого нужно восстановить в духовном мире этого предка. То, что он будет бороться со своей проблемой, не просто его проблемой, он думает, что это просто моя проблема, но эта проблема также кого-то из моих предков в духовном мире. Поэтому человек борется и также он восстанавливает своих предков в духовном мире. А бывает очень интересная ситуация, когда даже не могут быть из одного рода, имеют каких-то общих предков. Возьмем, какой-то здесь второглавный предок. И вот он наследовал проблему второй главы. То есть не так его там интересует украсить, не украсить, для него не вопрос. Конечно, нет, зачем воровать. Но все время какие-то мысли в голову приходят, постоянно какое-то воображение крутится, постоянно что-то подмывает где-то, какие-то теплые чувства разливаются. но понятно, не только проблема самого этого человека, но кого-то из предков. А другого может быть убийца. И у него такая проблема, что злиться очень легко. То есть на все первая реакция это злость. То есть любое неудобство, любое замечание или даже не замечание, предложение, но прежде всего если чуть-чуть не по мне, то первая реакция просто злость. И бывает так, что человек например старается, старается преодолевать эту проблему воровства. И преодолел. Этот духовный мир тоже восстановился. И вдруг у него ни с того ни с сего проблема второй главы проявляется. То есть я чувствую следующее, что для меня сложная эта проблема второй главы. Казалось бы, откуда? Ну вот в чем дело. Просто более дальний предок теперь становится более явным. Все раньше было как-то с проблемой воровства больше связано, не так сильно проявлялось, но на самом деле эта проблема тоже есть. Вот иногда у человека бывает такое чувство, ну вот я боролся, боролся, чем больше я борюсь, тем больше проблем возникает. На самом деле где такое есть правило айсберга? Вот айсберг, ведь над поверхностью воды там торчит только немного, самая меньшая часть этого айсберга. Основная его масса находится под водой. И вот допустим мы хотим что-то с этим айсбергом поделать. Что же нужно делать? Нужно разрушать его сверху. Разрушать снизу, посылать водолазов, чтобы они как-то снизу его разрушали, но это очень нерационально. Потому что здесь темно, здесь нету воздуха, это очень трудно, очень дорогостояще. Дело в том, что если мы будем снимать вершину, допустим мы будем разрушать эту вершину, что будет происходить с этим айсбергом? Он начнет всплывать постепенно. Вот то, что мы и делаем. Решаешь одну проблему, айсберг немножко всплывает, тогда следующий появляется на поверхности. А остальные где-то еще такие неосознанные проблемы. И поэтому так и получается такое чувство, что человек живет жизнью вярость, чем больше он живет, тем больше проблем он себе находит. Просто этот айсберг постепенно всплывает, всплывает, всплывает на поверхность. То, что он раньше не осознавал и не понимал, где-то там это в глубине него все равно это было. Это не то, что он пришел в движение объединения, у него стали какие-то проблемы нарастать, он их стал приобретать. нет, просто он начинает их осознавать, он начинает их находить и айсберг всплывает. Но при этом нужно вот эти два момента помнить. Помнить, почему так происходит и не терять надежды на то, что в конце концов весь этот айсберг можно разрушить. постепенно его можно растопить сверху, сверху, если снимать слой за слоем, постепенно, от него ничего не останется. А во-вторых, важно, что не нужно пытаться докопаться до какой-то так называемой коренной проблемы. Потому что кажется, что у меня проблема эта происходит от того, что существует еще другая проблема, а другая проблема существует потому, что есть еще проблемы, еще, еще, еще. Человек пытается докопаться, возникает такой соблазн, что я сейчас интеллектуально пойму в чем ключ как-то это внутренне преодолею и все и у меня все остальные проблемы решаться сам настоящий соблазн человек сидит и роется в себе копается в себе и вот роется роется пытается найти откуда же все мои проблемы происходят и он надеется на то что это можно решить чисто каким-то понятием пониманием или осознанием просто каким-то решением и тем самым он устраняется того чтобы платить реальное искупление реально в реальном физическом мире платить реальное искупление и так можно очень много времени потратить на то что вот просто вот копаться в себе и пытаться определить все таки где же исток всех моих проблем конечно исток все равно известно это адам и ева и грехопадение ответ уже есть не нужно копаться нужно стараться начиная сверху с внешнего платить искупление платить искупление решать эти проблемы в конце концов они решатся все и самые внутренние но то что было неосознанно то что было не ясно было неопределенно постепенно по мере того как мы решаем то что уже вот на поверхности лежит поднимается и тоже становится понятно это вот с понятием наследственный грех связано такие важные рекомендации в жизни веры не нужно сравнивать друг с другом не нужно думать что хорошо то что хорошо для него будет хорошо для меня несколько несколько разный подход несколько разный подход и разные искупления поэтому не нужно быть почему со мной происходит все это что происходит почему бог меня отвергает на фан-рейдинг допустим больше чем его это связано с прятками связано с тем искупление которым нужно платить или почему мне труднее понять принцип чем ему вот он вроде бы все быстро понял а я как не бьюсь никак не могу запомнить никак не могу понять никак не в голове не укладывается почему но разная разная ситуация разный греху наследовали от предков поэтому разное искупление требуется и также понятие коллективный грех коллективный грех коллективный грех это грех который сам человек не совершал никто из его родственников не совершал может быть даже и друзья не совершали никто из близких ему людей не совершал но за него все равно ответственно все равно ему при случае придется платить искупление очень яркий пример ситуация с иисусом все очень хорошо знают кто не принял иисуса кто не принял иисусу кто отверг иисусу какие люди как израильтяне израильтяне не приняли иисуса но в израиле вполне возможно было тогда и миллионы два миллиона человек и что все вот эти израильтяне израильтяне провели референдумы и отвергли иисуса путем всеобщего голосования вовсе нет кто знал иисуса но может быть 10 тысяч человек из этого миллиона это совсем небольшой процент кто знал иисус они его отвергли а в их лице весь израиль отверг иисус какие-то представители целой нации отвергли но становится грехом для всех он тоже война в афганистане советский союз ввел войну в афганистане ну что все пошли приняли участие все были согласны с этой войной все зале да давайте вести эту войну вовсе нет приняли решение отдельные люди и воевали тоже там только некоторые но результат такой что будучи русским человеком если поедешь в афганистан сейчас ту голову тебя отрежут в первый же день хотя может быть и никто даже из родственников там твоих не был ни знакомых ни из друзей никто вообще никак никаким боком ты к этой войне не стоял но тем не менее у тебя тоже будет распространяться это обида вот это есть коллективный грех и поэтому коллективный грех конечно он существует не только в случае израиля не только случай россии по отношению к афганистану или по отношению к восточной европе коллективный грех мы можем создавать даже сами если мы выступаем как представитель мы говорим что я из церкви объединения и вот с этого момента ты становишься представителем церкви объединения становишься представитель истинных родителей и так дальше и чтобы потом происходит имеет очень большое значение допустим ты встречаешь человека поскольку ты еще не знаешь что это за человек и обращаешься ему здравствуйте я из церкви объединения он тебе говорит какую-нибудь глупость он тебе тоже так в ответ издевательски здравствуйте а я из налоговой полиции а потом брат говорит ну и козел ага ну ничего себе член церкви объединения острый у них язычок ничего быстро сориентировался что сказать идет дальше по той же улице арбат и тут следующий человек к нему здравствуйте я из церкви объединения а тут на него уже матом а иди отсюда ходите здесь побирайтесь кто вообще такие говорите из церкви вы лжете ничего никакого то все принял с благодарностью спасибо большое всем доброго до свидания и получил такую хорошую порцию преследования прошу за что почему человек вышел там может быть просто так пошутил еще может быть не слишком было мне много злости но здесь она очень много злости обрушил потому что один уже создал плохое условие и для человека собственно говоря не было важно там кто и что он понял стерка объединения он освоил один момент это человек из церкви объединения другой может вообще совсем из другого центра из другой команды он тоже из церкви объединения поэтому он начинает платить искупление за то что который тот совершил потому что они все вместе церковь объединения очень хорошо это было заметно когда мы делали фондразинг гостиниц и конечно приходишь там сначала нужно обратиться к на стилянше и получить разрешение что нельзя так просто идти и стучатся номера и обращаться к людям и обычно приходишь не все объяснишь объяснишь цели зачем почему так же много любви подаришь и они даже говорят что вот иди вот в такой-то такой-то номер обращайся там обязательно сделать пожертвы там очень хорошие люди все прекрасно и можно действительно туда отправиться ну потом уже приходили очень часто это пожалуйста пожалуйста если только на завидит уже заведет только эти гравюры да просто идите все понятно один день приходишь и вдруг тебя что вы здесь ходите почему что случилось на другой этаж идешь там тоже самое на третий этаж и только она значит так находишь спрашиваешь что ну а что произошло уже да вот такие же вот с такими же гравюрами тоже в церкви объединения ходили ничего не спрашиваю там стучались номера люди их отвергали не все равно стучались там навязывали люди стали жаловаться но как-то делали это все очень грубо и потом мы поняли что происходит самом деле какая-то команда приехал просто москву видимо еще молодых совсем членов которые еще не разобрались в чем разница между абсолютной верой и небесном нахальству и поэтому с их точки зрения на море по колено и они вот так ушли тоже думаешь что идут с абсолютной верой фактически это вливается просто в нахальство и конечно людей всех они настроили негативно и и она приходишь тебе приходит платить искупление приходится вновь ходить опять все объясняется говорить что так и сяк вот такие программы это очень важно опять много любви дарить вот вот так вот мы в понятии такой коллективный грех коллективный грех это не только то что как-то исторически сложилось существует конечно такой коллективный грех имеется очень важно выступая как предстоитель церковь объединения очень важно что ты делаешь что ты говоришь какое отношение ты имеешь потому что в этот момент ты можешь создаваться для церковь объединение плохое условие даже для истинных родителей плохое условие потому что когда мы ходим по улицам обращаемся к людям мы прославим истинных родителей ведь кто дает нам образование истные родители церковь то словно истинными родителями значит истинные родители дают нам образование если человек идет и начинает бросаться там матерными словами или оскорбление людям или там даже по зубам и в глаз и в висок тогда конечно как мы представляем истинных родителей даже где будет хлада представление такое что ой это если на родители их учат ничего себе если родители не говорят что там если что так на кулачках надо отношения выяснять или нужно оскорбление говоришь нужно сеять ненависть это совсем у них неправильный образ будет складываться и движение об истинных родителей поэтому то что мы делаем то какое отношение мы имеем что мы говорим имеет очень большое значение не только для нас самих не только для фондрейсинга сегодня но это имеет и большое перспективное значение поэтому если даже люди гонят и отвергают но все-таки сохраняешь правильное отношение правильное вложение правильное сердце тогда мы свидетельствуем обычных родителей против своем отношении люди нас гонит мы благодарим владельца чувствуем им тем самым обычных родителей почему бог создал такую возможность для людей что это наследовать от одних представителей для того чтобы заслуги распространялись быстро для чего бог создаем возможность вертикально наследовать от своих родителей для того чтобы то что хорошее родители накопили в своей жизни эти заслуги, чтобы дети могли наследовать. А здесь, если кто-то, как представитель, делает что-то хорошее, весь коллектив становится общей заслугой. Если кто-то делает что-то плохое, становится коллективным грехом. Мы делаем что-то хорошее, мы создаем хорошие условия для всей церкви объединения, для истинных родителей. Если делаем что-то плохое, соответственно, плохие условия создаем. коллективный грех как ветви в этом древе ну и последний это личный грех личный грех как листочки на дерево дерево растет именно почкой растет своей макушкой, он не растет где-то вот здесь нужно думать, что если сук был на такой вот высоте от земли что через 10 лет он где-нибудь вот здесь окажется и так же будет на этой же высоте хотя дерево за 10 лет вырастет значительно то есть все наши личные грехи они становятся либо коллективными, либо унаследованными в общем-то нужно это понимать все взаимосвязано, поэтому нет просто вот моего греха да, есть конечно мой грех но если сам в своей жизни не скупаешь в конце концов это становится унаследованным грехом для детей или это становится коллективным грехом для того общества, для той организации, в которой ты находишься для церкви объединения, например а что если ты член церкви объединения, значит то, что с тобой происходит это происходит с членом церкви объединения и стандарт церкви объединения определяется в конце концов стандартом каждого члена если в центре у всех высокий стандарт, высокий дух можно сказать, что очень высокий дух в этом центре, правильно? А если у всех очень низкий дух, тогда в этом центре будет низкий дух. Поэтому каждый вносит свой вклад. Поэтому нельзя смотреть только, а это мой личный грех. Ну, мой личный грех, и все. Никого, значит, не касается. Значит, я буду разбираться. Иногда так заманчиво думать, что это моя ответственность. Поэтому только мне за это платить искупление. На самом деле это влияет на всех. Не нужно думать, что это только моя ответственность, это только мне платить искупление, если я делаю что-то неправильно. Как иначе влияет. Ну, вот то, что важно знать о грехе. Фактически это все. Спасибо. 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 Спасибо.